Сегодня, 16 октября 2012 года, на Красной площади вновь состоялась протестная акция «Свободу политзаключенным». Представьте себе, в России есть политзаключенные. Точнее, те, кто восстал против гангстерской системы, выстроенной ФСБшным Аль Капоне. Гангстеры пишут и утверждают законы, судят по ним, а потом пропагандируют свою точку зрения во всех СМИ. «Свободу политзаключенным». «Свободу Владимиру Акименкову. За эту акцию наши товарищи...» «На 15 суток попали в спецприемник. Они там на сухой голодовке. И одному из них стало плохо. Отвезли на школе помощи в больницу. Ну, не вернули». «Свободу Владимиру Акименкову! Свободу Владимиру Акименкову! Свободу Владимиру Акименкову! Свободу политзаключенным! Долой кремлевских оккупантов! Смерть оккупантам! «Долой власть чекистов! Долой власть чекистов! Долой власть чекистов! Путин будет казнен! Путин будет казнен! «Свободу Олегу Прудникову, голодающим спецприемники!» Свободу политзаключенным! Акция продолжалась не более двух минут. Она собрала толпу зевак. Многие из них смеялись. По всей вероятности, они не верят в то, что со страной происходит серьезная вещь. Мы хотим привлечь внимание к этому беспределу. У нас кого угодно за выход на Красную площадь могут посадить на 15 суток и заморить там, не допуская к людям врачей. Об этом наша акция. И о том, что нас всех стараются запугать. 15 сутками, репрессиями, избиениями. Всех, кого привозят в Китай-город здесь, избивают. Избивали в прошлый раз и в позапрошлый раз. Всех моих друзей. Приезжал в центр, и лично господин Окопный, он по одному вытаскивал наших ребят, которые в прошлый раз, здесь несколько дней назад, стояли на той же акции. И избивал вместе со своими вертухаями. Каждого запугивал, угрожал. И мы не знаем, чем это закончится. Возможно, будут заводить дела. Мы хотим, чтобы об этом знали в нашей стране. Об этом наша акция. Вы что там бьете человека? Вы что бьете человека? Женьте нас! Свет посвети. Не бейте. Толкают на путь гражданской войны. Потому что мирно они уходить не хотят. Усиливают репрессии. Они, наверное, хотят, чтобы мы воевали с ними, с оружием в руках. Так и будет. Вы не препятствуете работе прессы. Не препятствуете работе прессы. Это уголовное преступление. Свет, что работа в СМИ. Как же случилось, что на всю Россию нашлись всего лишь три девушки, способные заявить о том, что им претит жить в Бандастане. И они хотели бы все поменять. Протестующих уволокли в ОВД Китай-город. Там на них составят протокол, а потом изобразят суд, которого нет. Как и совести. Как и государство. Когда большинству обманутых граждан все равно, что происходит в стране, лишь бы меня не трогали, меньшинство томится по тюрьмам, по политическим статьям. И это очень выгодно для гангстеров, окопавшихся у власти в России. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.